Вокзал из бисквита, чай в подстаканниках, спортивный забег и сказочные персонажи. День железнодорожника отметили в Новосибирске. Мои коллеги собрали интересные истории жизни тех, кто намотал миллионы километров по стальным магистралям. И тех, у кого еще все впереди. Первое воскресенье августа и Зальцовский парк это всегда праздник. Тысячи работников железных дорог. От машинистов до диспетчеров. И, конечно, особый почет ветеранам. Намывали железнодорожные насыпи, подходы к железнодорожным мостам в Комсомольске-на-Амуре. На Дальнем Востоке в находке вот этот порт. На железной дороге нет случайных людей. Как правило, трудятся целые династии. Рельсы не пересекаются, а вот людские судьбы часто. Валентина Киселева всю жизнь общалась с пассажирами, работала кассиром на станции. А ее сын выбрал собаководство, но тоже на стальной магистрали. Работаю начальником команды служебного собаководства в Новосибирском отряде. На станции НСК у нас питомник находится. Так что вот охраняем железную дорогу с четвероногими друзьями своими. В парке чай из фирменных подстаканников и съедобный вокзал. Привезли огромный торт со всеми атрибутами железной дороги. Можно увидеть работу машиниста из кабины с помощью вот такого тренажера. Можно даже енота погладить. И, конечно, весь день поздравления. И за столами, и со сцены. Успехов вам. А самое главное, чтобы все поколения, и уже ветеранов, и поколения тех маленьких подрастающих железнодорожников, гордились, что их родители являются железнодорожниками и сами хотели пойти по этой стезе. Поздравляю и новых нам с вами успехов. Профессиональный праздник – это всегда подведение итогов. На западно-сибирской дороге побили рекорд. За год перевезли 16,5 миллионов тонн грузов и 43 миллиона пассажиров. Это больше, чем все население Аргентины. Жизнь на магистрали не останавливается ни на секунду. Наталья Цопина, Екатерина Соболева, Антон Мамаев. Новости ОТС.